Привет всем! У нас сегодня 4 мая и мы начинаем свой влог. Мы варим вот такие вот рапунцели сосиски. Посмотрите. Продели спагетти сквозь сосиску и у нас будут вот такие вот монстряки. В общем у нас тут вот такая вот варится красотень. А здесь у нас супчик с клёцками. Вероничка вон себе делает рыбку из теста. И она хочет кинуть в супчик такую рыбку. Аккуратно. Дай мне ложку и я туда помещу. Давай клади. Аккуратно ложка горячая. Так и вот такая вот у нас веселая рыбеха отправляется в суп. Смотрите фокус. Не ешь тесто, оно тем более из морозилки. У меня тесто оставалось. Вкусная? Вкусная. На, подержи. Так, тесто берем кусочками и туда супчик отправляем. Это твой любимый? Это твой любимый субъезд. Да, я очень любила суп с клёцками. Давайте. И что мама просила? Да, я просила маму, чтобы она мне сварила такой супец. В двадцатом веке. Нет. А сейчас двадцать пятый. Ну да, двадцатый. Да. А мы сейчас, это, узнали? Что? Что в двенадцатом веке Москва была не городом, а такой деревней. В двенадцатом веке. В двенадцатом веке? Ну да, Москва давно уже существует. В двенадцатом веке была там деревня такая. Её строят очень много лет уже. Как говорят, Москва не сразу строилась. Ага. Так же и мы. Дом не сразу же построили. Постепенно. Не, вот так как-то фею попросили. Ой, феечка, пожалуйста, дайте мне домик такой. Ух, и всё. Ага, если бы феечка нам домик дала бы, да. А феечка, не спроси, что вот, а я русалку видела. Интернек? Нет. О, иди. Я ещё. Когда мы купались соню в море. А мы вот собрали зеброчку пить. Да. Такую. И дочечка делает красивые узоры. Я знаю, как делать. Конечно. Потому что я уже с бабанина на дочеке спекла. Великолепная зебра у нас получится. И приготовьте. Да, зебра очень вкусная. Цветочек. Ой, цветочек, правда, получился. Во! Цветочек, ребята. Да. Вот такой у нас пирог получился. Ну, что-то он как-то съёжился. Съёжился. И да, белый слой внизу почему-то оказался. И тёмного как-то больше. Да. Ну, он такой вот весь влажненький. Он вообще такой вот прям, весь такой как кекс, такой рыхлый, вкусный. По-любому он вкусный будет. На, кушай. Ну, как? Поставьте этому кипильненькому человечку. Миллион лайков. Привет, мои хорошие. Всё, им 5 мая. Уже другой день. И сейчас я занимаюсь делами. Вероника в школе. Я её туда отвела. Сейчас я вам покажу, что я делаю. В общем, я хочу скопать вот эту часть круглую. И положить туда вот такой вот коврик. Ну, как он называется. Газонный бордюрчик такой резиновый. И здесь посадить вот так по кругу цветочки. Виолы, бархатцы, петунии. Ну, в общем, посадить и сделать в виде горки. Потому что вот на этом месте у нас стоит летом бассейн всегда. Ой, видите, скопало чуть-чуть. Ведро пырея. Четверть ведра камней. Это вообще что-то с чем-то. Конечно, тяжёлая работа. А у нас сегодня плюс 13 градусов. Очень прохладно. Ветер холодный. Хотя солнышко светит. Ну, толку от того, что оно светит, никакого нет. Ветер холодный, пронизывающий. Сейчас себе сделала кашу. Каша овсяная. И добавила туда свежемороженую малину. Вот такой вот у меня будет сейчас завтрак. Так что вот так. Я вскопала вот такой кусочек небольшой. А уже целое ведро пырея. И вон сколько камней. Копать очень тяжело. И камни выбираю, и выбираю. Вот. КОНЕЦ 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 Сейчас вот так вот вокруг обкопаю. Для того, чтобы положить туда вот этот вот резиновый заборчик. Здесь надо вот так вокруг обкопать. Копается очень тяжело. КОНЕЦ Я еле-еле скопала. КОНЕЦ Земля сухая. КОНЕЦ Причем утрамбована земля. КОНЕЦ 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 То выбираю камушки, выбираю еще вот этот пырей, который здесь годами рос и никто его не обрабатывал. И вот сейчас мне надо это дело обкопать Для того, чтобы поместить... Ну, чтобы вот это все вскопать, у меня ушло порядка трех часов, потому что над каждой лопатой нужно стоять и выбирать. Это, конечно, труд не из легких. И когда мне говорят кто-нибудь из знакомых, что у меня тяжелая земля, и мне копать тяжело, вы знаете, после такой земли для меня уже никакой тяжелой земли не существует. Это точно. Ну что, ребят, вот примерно вот так получается. Сейчас я вот сюда заправляю наш вот этот бортик и просыпаю вот так его землей. Я думаю, что тут будет удобнее для того, чтобы сорняки не росли и не лезли вот отсюда вот к цветочкам. Конечно, он не очень какой-то ровный получился. Больше похож на овал, чем на круг. Ну, вот я старалась как могла сделать его. Ну, вот таким вот образом все это дело заправляется. Вот таким вот образом. Сейчас вот эту часть еще доправлю. Вот. И все. И можно будет граблями формировать уже горочку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребятки, вот такой вот у меня результат получился. Не судите строго. Я делала первый раз. Я думаю, что в этом году клумбочка меня порадует. Думаю, посередине посажу касторовую пальму. А по краям какие-нибудь цветочки, кустарнички. То есть от большего к меньшему по размеру. Чтобы это смотрелось красиво. Так что вот такие вот у меня планы. Сейчас я вам покажу мою тую. Которая немножечко ожила. Она была вообще желтая. А это я ее обработала эпином, опрыскала. И подкормила специальным удобрением для хвойных. И вот такая вот она у меня стала. Я вижу, начала она наращивать уже зеленую массу. Вот здесь. Прям вот в серединке. Такие сочные зеленые листья. А это у меня маленькая туючка. Вот такая вот. Тоже зеленеет. И набирает сил. Вишенка зацвела. Совсем крошка. Мало цветочков. Так, ну что. Вот такие вот планы у меня. Так что, если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх. И до новых встреч. Пока-пока. 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 Продолжение следует...